Голубь Голубь Это животное, связанное с ямой. Поэтому, если голубь садится вам на окно, или что-то в этом роде, это серьезная немета. Вот недавно ко мне подходила одна ваша коллега, а голубь сел ей на окно, мама умерла вчера. То есть, что я хочу вам рассказать, и я хочу, чтобы вы поняли, что собака и голубь – это не простые животные, а это животные, которые несут с собой месседж от ямы. И поэтому к ним надо присматриваться. Их поведение имеет значение именно в контексте продолжительности жизни человека и смерти. Кроме того, у него есть еще яма дутта. Яма дутта – это такие, скажем так, добровольные посланцы. Волонтеры. Волонтеры, да. Которые представляют из себя души умерших людей, которые, скажем так, вели не очень праведный образ жизни. Яма дутта. Яма дутта. Яма дутта. Их очень много. И типичная история – во сне приходит умерший родственник или что-то в этом роде и зовет с собой. Слышал много таких историй. Наверняка и здесь сидящих кому-то это, может быть, и снилось. Либо это связано с этим человеком, либо с кем-то из близких. Вот когда во сне или не во сне появляется какой-то призрак, скажем так, и что-то такое происходит, или он говорит, что связано с каким-то человеком, с его жизнью или смертью, знаете, это яма дутта. Это посланец от ямы. Но они должны позвать с собой. Ну, не знаю, там миллион вариантов, как это может происходить. Могут прямо позвать, могут намекнуть. Разные я слышал истории. Очень разные. Но смысл примерно один. Появляется умерший родственник и что-то там либо рукой манит, либо зовет с собой, либо что-то рассказывает, либо там какие-то разные там нюансы. Это яма дутта. Называется яма дутта. Что он хочет? Он предупреждает. О чем? О смерти. О смерти. О смерти либо того человека, к которому он приходит, либо того человека, к которому он рассказывает, или на которого он указывает. И что делать? Упая надо делать. Единственный способ изменить карму – это упая. Нет других способов. Вот у нас в семье была такая ситуация, где за две недели до трагической смерти погибли наш папа и его родной брат, как раз где-то за две недели у моего дяди был вот такой сон, что буквально умерший отец зовет лодку, причавила лодка, и он их зовет, двоих братьев, а их четверо, братьев двоих, зовет, садитесь в лодку. И они сели эту лодку. Вот они все пообсуждали, что какой абсурд, абсурд, а через две недели трагический опыт. И вот вам, пожалуйста. Видите, вот такой вариант тоже. Я говорю, вариантов сценария очень много, как это происходит. То есть будьте внимательны, потому что он предупреждает, и это предупреждение делается не просто так. Это предупреждение делается для того, чтобы дать возможность человеку, если он обладает специальными знаниями или возможностями какими-то, повлиять на этот процесс, значит, какой смысл предупреждать? Только чтобы расстраивать, что ли? Понимаете, о чем идет речь, да? Вот это классический, спасибо вам за пример, Татьяна, это классический пример прихода Яма Дутта. Тот, кто умер, у него грехи, и Яма ему говорит так, либо пойдешь в ад, в потолу туда, либо поработаешь у меня на подхвате волонтером. Все выбирают, конечно, волонтером. Вот такая интересная история. Их очень много, это как бы в каждом случае это может быть по-разному. Поэтому надо внимательно-внимательно наблюдать за всем происходящим. Потому что наша жизнь полна информации, полна предостережений и предупреждений. Только надо их увидеть. Вот мы знаем теперь собаки, знаете, как они, голуби, и Яма Дутта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok